Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мы с мужем поженились месяц назад, ссоры конечно были до свадьбы, но хотя бы не несли такой ужасный характер и исход. Он до этого никогда не оскорблял, был один случай до свадьбы, когда он не сильно ударил меня ладонью, потом очень сильно извинялся, говорил, что больше не будет, так я простил. Потому что есть и хорошие моменты, да и поверил Эйму, сейчас у нас через день ссоры, причём из-за мелочей. И если не каждая, то каждая вторая заканчивается его рукоприкладством. Про оскорбление вообще молчу. Он уже даже не извиняется, а ждёт извинения от меня. Объясняю это тем, что я с ним спорю, голос повышаю и вообще я всё провоцирую. Каждый раз, дожидаясь спокойного момента, пытаюсь с ним поговорить. Чтобы работать над отношениями, говорю, что не важно какая тема ссоры, не важна сама ситуация. Суть в том, что каждая заканчивается одинаково и снова начинается спор. Он всегда видит виноват, и во всём меня своё не признаёт. Единственное, что позволяю себе я, это повысить голос во время ссоры, потому что по-другому никак. На меня кричат, я же не могу быть спокойным. Я тоже человек, тоже есть эмоции. По его мнению, я не должна повышать на него голос вообще. Стоит мне ответить тем же, ответить на его оскорбление или, не дай бог, на рукоприкладство. Всё оканчивается ещё хуже, и я не знаю, как быть. Браку всего месяц, а вообще так, он по натуре лидер, быстро спильчивый. Я не говорю, что я тихоня, я тоже спильчивый. И не молчу во время ссор. Но он будто пытается сломать меня, доминирует вечно. Но это именно во время ссор. Когда у нас всё хорошо, у нас идиллия, мы понимаем друг друга, слышим очень любезно. Но стоит начаться спору, всё, человека будто подменили. Если б не было хороших моментов, я бы давно ушла. Но пока есть надежда что-то поменять. А как, я не знаю, я беременна, узнал недавно, и не хочу нервничать постоянно. Устала, уже плакать. Так, а в чём ваш вопрос? То есть вы какую задачу ставите перед мамой, перед психологами? Вот. Вы какую ставите задачу, вы поясните как-то? Потому что пока не понятно. Ну вы ссоритесь. А как бы вот что? Ваш, так скажем, супруг, да, ведёт себя определённым образом. Вы плачете. Он доминирует. А вопрос-то в чём? Как бы, как бы. Я вот этого пока не понимаю. В чём ваш вопрос? На данный момент. То есть вы хотите мужа поменять? Это получится только если вы начнёте меняться сами. Вот. Я бы сказал, что в целом, мне кажется, ситуация здесь заключается в том, что вы как будто бы боитесь чего-то. То есть такого рода отношения, они связаны с рядом факторов. И первый такой вот фактор заключается в том, что у человека низкая самооценка, да, он позволяет с собой вот так обращаться. То, что вы ему верите, то, что у вас есть надежда человека поменять, это всё именно про страх. Ну вот. Про такой вот страх, ну, один из страха остаться одной, ощущение, что одна вы не справитесь, то есть, грубо говоря, привязанность к человеку. Ну, это если мы говорим исключительно вот так, знаете, ну, с вашей точки зрения, с вашей позиции, если мы говорим. Есть и другой момент, что ссора, ну, вот ссора сама по себе, в принципе, связана с, как бы, с рядом аспектов. Ссора, она ведь, понимаете, для чего-то человеку нужна. То есть, у ссоры есть, вот, как бы, ну, свои плюсы. Вот. У ссоры есть, вот, как бы, ну, свои плюсы. У ссоры есть, вот, как бы, ну, свои, так скажем, вторичные выгоды. Вот. То есть, это то, что нужно, вот, на мой, на мой взгляд, да, понимать, что ссор просто, 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 вот, ну, просто так, да, просто так. Ссор не возникает. И это очень важный момент. Для того, чтобы вам это понять, желательно, чтобы вы изучили, собственно говоря, психологическую игру. Скандал. Вот. Она так и называется. Игра. Вот. С чем это связано, да? Это связано с личными границами. Это большая проблема вашей, и такая же проблема, в принципе, вашего мужа. Вот. Вот. Ну, в данном случае мы говорим про вас, поэтому, как бы, мы говорим про то, что есть проблемы с личными границами именно у вас. Потому что, ссора, как бы, необходима, в данном случае, для чего-то. А вот вы, например, сказали, да, о том, что, что, вот, есть любезность. Да? То есть, ну, вот, вы говорите, что, что вы любезны. Да? Ну, ну, вот, друг с другом вы любезны, вы говорите. И, понимаете, что такое любезность? Да? Вот что, что есть любезность? Любезность, вообще-то. Это, условно говоря, вежливость. Это именно, именно, вот, именно вежливость. И, вежливость, любезность, это не совсем, как бы, история про искренность. К сожалению. Да? Вот. Вы говорите про то, что вашего мужа, как будто бы, и подменяют. То есть, это, это как раз-таки свидетельствует о том, что человек, я бы сказал, проявляет какие-то свои черты, какие-то свои качества, вот, которые, ну, по-другому он проявить не может. То есть, человек проявляет что-то в себе. Да? Человек проявляет что-то вам. Вот, как бы, то, что она обычно, обычно сдерживает. Ну, агрессия, например. Да? Это про что? Ну, вот, чаще всего. Агрессия. Это про угрозу. Это про защиту. От чего-то. Вот. То есть, ни вы, ни ваш муж, судя по тому, что вы описываете, не умеете обращаться со своими чувствами. Вот. Вот. Поэтому я бы, я бы, я бы начал вот именно с этих моментов. Ну, когда вам, условно говоря, захочется вот в следующий раз, например, значит, когда в следующий раз возникнет ссора, да, когда в следующий раз возникнет ссора, да? возникнет конфликт. Вам нужно просто прислушиваться к себе и спросить себя, окей, чего я хочу, вот прямо сейчас, чего я хочу, вот, в чём, в чём я нуждаюсь, вот. И сказать об этом своему мужу, вот, конечно, реакция будет у вашего мужа не, скажем так, нетипичной, потому что он от вас этого не ждёт, это важно, ну, это достаточно важно понимать. Что ваш супруг, он ожидает немножко другого, он ожидает того, собственно, что вы и делаете, он ожидает конфликта, он ожидает ссоры, он ожидает какого-то противодействия и так далее. Вот. То есть это всё вполне себе такая вот закономерная, скажем так, реакция. Вот. Закономерная, нормальная и так далее. Поэтому, поэтому вам необходимо, вам необходимо, прямо-таки, прямо-таки необходимо, вот эту вот, порочную, я бы сказал, мобиль, изменить. Изменить порочную мобиль, которой сейчас вы придерживаетесь. Это первое. Вот. Второе, конечно, важно, из-за чего ссоры. То есть вы вот, например, обесцениваете, да, говорите, что не важно, из-за чего ссоры. Важно. Потому что, как бы, если люди сталкиваются с чем-то, где они ссорятся, а иными словами испытывают тревогу, страх, агрессию, то это их волнует. И ваша задача увидеть это. Да, ваша задача это увидеть. Ну, и вот, наверное, ещё на что хотелось бы обратить ваше внимание, это, пожалуй, на то, что вот у вас есть надежда всё изменить. Как вы говорите. Надежда всё поменять. Вот. То есть, тут вот такой есть момент, да, что, ну, вполне может быть такая история, что не изменится и не поменяется. Вот. Вот. И что, 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 что тогда. Что тогда произойдёт и что тогда случится. Вот. Вот. Это тоже важный, важный элемент. Ну, ситуация. Что будет, если я не смогу ситуацию изменить. Вот. Теперь спросить тебя, зачем вашему мужу меняться. Вы говорите, он лидер. И, соответственно, вам, вам лидер нужен. Если вас привлёк, скажем так, человек с лидерскими качествами, вот, то очевидно, что лидер вам нужен. Вот тоже имеет смысл хорошенько подумать над тем, а как, как я, допустим, ну, вот, к примеру, пришла к тому, что мне нужен лидер. Лидер обычно нужен человеку, которому сложно опереться на себя. Вот. То есть, лидер нужен тому, кто сам хочет быть, вот, ну, как бы ведомым. Вот. И такое ощущение, что вы переживаете. Вот этот момент. Вы его переживаете. То есть, вы переживаете то, что вот, ну, как-то вот вам, да, ну, тревожь. То есть, такое ощущение, что и вы, и ваш муж, ну, я бы сказал, что пытаетесь справляться со своей тревогой. Таким образом. Ну, то есть, вот, тем, что, да, вот, ну, тем, как вы себя, вот, ну, скажем так, позиционируете. Вот. У вас тревога, у него тревога, все в тревоге, и возникает ссора. Вот. Потому что, ну, вообще-то, двух лидеров быть не может. И здесь с вашей стороны идет такой момент, что как будто бы вы не можете для себя определиться с тем, так вы, вы ведомый или вы ведущий. Вот. Понимаете, да? Какая вот штука здесь, ну, какая штука здесь возникала? Вот. Это вообще говоря, вот такая, ну, довольно, довольно серьезная, я бы сказал, проблематика. Потому что, если вы не определились, да, то, соответственно, все время вам, вот, ну, нужно бороться. Вот. Вот вы и боретесь. Таким образом. Вот как-то, как-то, как-то так, на мой взгляд, пока что это получается. Конечно, то, что вы, грубо говоря, ну, терпится рукоприкладство, да, вот, то, что вы позволяете мужу, вот, как бы, физически, насилие, это большая проблема, вот, потому что есть такая вот позиция, что когда позволяются насилие, вот, то мы говорим о зависимости, мы говорим о зависимости, вот, ну, в этом, в этом смысле. Мы говорим о зависимости партнера, партнера, в данном случае мы говорим. Вот. На мой взгляд, ваша высокая эмоциональность, так же как эмоциональность вашего мужа, связана с тем, что вы себя, ну, плохо достаточно, вы себя достаточно плохо слышать, слышать. Вот. То есть, ну, мне, по крайней мере, да, вот так видится, что плоховато вы себя слышите. Если бы вы слышали себя, ну, хорошо, да, если бы вы слышали себя корректно, вот, то необходимости в том, вот, в том, чтобы, ну, чтобы, так скажем, конфликтовать, да, необходимости в том, чтобы... ссориться не было бы, вот, и то, что вы, ну, по большому счёту, получается, ну, забеременели, как бы, человека, ну, вот, с которым у вас в отношениях не всё гладко, это говорит тоже о том, что вы, вот, ну, не совсем внимательны к себе, к сожалению. Вот. И это тоже, вот, то, что нужно, ну, развивать. Это то, что нужно, то, над чем можно было бы работать. Вот. Я только, вот, правда, не знаю в данном случае, эээ, хотите ли вы над этим, над этим, ну, работать, работать над этим, да, потому что, эээ, вы даже, ну, вопрос, вот, никакой, эээ, собственно, собственно, не задаёте. Вот. Это вот, эээ, тоже такой момент, он несколько, эээ, скажем так, несколько щепетильный вопрос. Вот. Потому что, ну, нужно же понимать, какую задачу вы ставите перед, эээ, психологом. Вот. Эээ, да, конечно, ваш муж, эээ, действительно будет, эээ, действительно будет вас обвинять. Вот, он действительно будет вас обвинять, он, эээ, действительно будет, как бы, ну, говорить о том, что, эээ, во всём, эээ, во всём виновата ты, да, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но, удивительно, то, что он думает, что это, ну, как бы, что это с вами работает, вот что удивительно. То есть он уверен в том, что вы, что вам можно сказать, что вы виноваты, и, скорее всего, вы, ну, вот, как бы, ну, вы поверьте, что интересно, то самое интересное здесь именно то, что когда вам говорят, например, что вы вот, ну, что вы виноваты, судя по всему, вы в это верите. Вот, судя по всему, вы с этим согласны, понимаете, да? И это, в общем и целом, как мне кажется, серьёзная проблема, вот, ну, потому что вы верите в то, что вы виноваты, вот, и, ну, где-то в глубине души, и, соответственно, муж вас обвинил, да? Ну, то есть это вот, ну, такая вот, к сожалению, такая реальность, крайне нехорошая, да, вот, крайне деструктивная, да, но это та реальность, которую вы в том числе выбираете, вот. Это та реальность, которую вы в том числе сами для себя, ну, скажем так, создаёт, вот, и, как бы, вопрос это к вам, вот, в данном случае. Поэтому я бы, конечно, здесь больше бы делал акцент именно, именно на том, как бы вот, что вам нужно. Я бы больше делал акцент на том, чего вы хотите. Я бы больше делал акцент на том, вот, вы-то сами по жизни, да, как, как, ну, как себя видите, вот, вы сами. Вот это я бы сказал важный момент, на мой взгляд. Вот. И дальше уже, исходя из этого, можно двигаться куда-то. вот. А сейчас, конечно, есть такое вот впечатление, что и на мой взгляд как-то вот целиком, целиком завязаны, да, то есть, ну, или слишком много значения ему уделяете, а он чувствует, что, ну, как бы, чувствует, что вы от него зависите, да, чувствует ответственность и, как бы, пытается как-то с этим справляться, да, вот. А вы, когда ему перечите, он, ну, скорее всего начинает тревожиться, вот. То есть, помните правильно, я ни в коем случае там никого не оправдываю, да, я ни в коем случае там не пытаюсь никого доправдывать. Просто я говорю о том, что, что система коммуникации у вас с мужем крайне деструктивна, вот. И, как бы, ответственность за эту вот коммуникацию несете вы оба. И вклад в ссору делаете тоже вы оба. И поскольку обращаетесь к нам вы, вот, то давайте с вами в этом смысле и, ну, и будем разбираться, вот. Поэтому то, что вы можете сделать сами, а вам нужна психотерапия, по тем примерам, по тем вопросам, которые я описал, но то, что вы можете сделать сами, это поисследовать элемент того, вот, когда вы ссоритесь, да, чего вы хотите. Вот. То есть просто вот заметьте, чего вы хотите от мужа, да, вот. Вот постарайтесь это увидеть. Это такой очень важный момент для понимания, да, это очень важный момент для вас, это очень важный момент для взаимодействия, это очень важный момент для того, чтобы лучше себя понимать, вот, это очень важный момент для, во всех, во всех аспектах, скажем так, вот. То есть начинайте последовательно работать над собой, работать над собой, да, вот. А если, ну, будете, вот, как бы, к себе прислушиваться, да, если будете двигаться в этом направлении, повышать свою осознанность в данном случае, вот, то я бы сказал совершенно точно, что ситуация будет улучшаться. Вот. Вот. Но это работа. Если у вас есть, вот, внутренние, ну, внутренние сложности, если у вас есть конфликты, противоречия определенного рода, вот, то, конечно, сразу это не решится, вот. То есть это работа определенной длительности, ну, вот. На этом все, на этом все, пожалуй, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.